Всем привет! Волна возмущения моих коллег продолжается, как я имею ввиду ситуацию вокруг дождя. Напомню, несколько дней назад эту телекомпанию признали иностранным агентам. Вот вчера Минюст наконец дал разъяснение, на каком основании они признали дождь иностранным агентам, и мы все обалдели. Потому что Минюст сказал какую-то невнятную фигню за то, что они цитировали СМИ или ссылались на СМИ уже внесенные в реестр иностранных агентов. Слушайте, ну это бред. Это бред по одной простой причине, что даже если СМИ внесено в реестр иностранных агентов, да, оно не перестало быть СМИ, оно не попало под запрет. И согласно российскому закону о СМИ, когда мы выдаем какую-то информацию, мы должны либо подтвердить ее, если это нами нарытая информация, либо сослаться на первый источник. Об этом гласит российский закон о СМИ. Во-вторых, если мы внимательно почитаем закон об иностранных агентах, тоже российский, там четко прописано, в каких случаях СМИ или журналист может быть также признан иноагентом. Вот там фигурирует такое понятие взаимодействие. Если вы откроете любую поисковую систему Яндекс.Гугл, то увидите, что такое взаимодействие. Взаимодействие это обмен информацией, например, между разными СМИ, взаимовыгодный обмен, там за деньги или как-то еще, хотя это достаточно зыбко, либо какие-то совместные действия. Например, если я, там, условный какой-нибудь тот же Дождь, будем снимать какой-то совместный проект, там за деньги или как-то, неважно. Вот это вот может быть расценено как взаимодействие. Что касается обмена, почему сказал, что все очень зыбко, ну простой пример. Вот сейчас начинаются, да, паралимпийские игры в Токио, и вы, конечно же, будете наверняка смотреть трансляцию на первом канале, на матчи, на России. Узнаете ли вы, что вот эту вот трансляцию будет снимать не первый канал, не матчи России, а вот это вот видео, да, сами игры будут снимать японские телевизионщики, а наши будут только получать готовую картинку и давать ее в эфир. Это и называется обменом. Вот будут ли в этом случае наши пропагандистские СМИ, признанные иноагентом, нет, потому что это бред Бредовский, потому что это нормальная практика, потому что нельзя на одну Олимпиаду запихать кучу, да, транслирующих каналов со всего мира. То есть в один бассейн ты не засунешь 40 тысяч камер, поэтому происходит все, в принципе, по какому-то взаимному согласованию. Принимающая сторона ведет съемку, все остальные, они просто получают картинку и транслируют, вот и все. Поэтому, ребят, я хотел бы обратиться к тому Минюсту, я хотел бы обратиться к тем чиновникам, слушайте, ну если вы воюете с неугодными, хотите их прижать к ногтю, вы делаете это по закону, а не по понятиям. Ну надоело просто. Хорошего дня. Хорошего дня.